Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Номер 209. События дня. Второе фестивание кейсов 3.10. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. 8 июля 2016 года. Считайте далее сами. Важное сообщение. Времени совершенно нет. Идут непрерывные грозы. Две-три грозы с громом и с молнией в один день. Дороги расквасило. Вчера звонят, как доехать из Барнаула. Как доехать на крещение. Отказываем. Никак. Никак. Отложить. Искать в своем месте, где живете священников. Кто сумел проехать. Вот Роман Малыш ехал. Но это вот в 16 километров до трассы. Ни одна машина у нас не может пройти. Поэтому Игорь поехал на тракторе. Представьте. Оторваться от работы, ехать. Привез машину. Как и лобовое стекло. И все. В грязи замазано. Необыкновенно идут дожди. Ну поэтому. Вот мы, несмотря на это, продолжаем работать. То, что нам нужно. Лагерные приехали тут из Белоруссии двое. Я занимаюсь прудами. Дорогой. Что для меня важно. Чтобы последующие люди имели все это. И как мы. И вот. Никаких сообщений. Тут сообщать больше. Даже возможности. Кто-то чем-то недоволен. Нападают. Вот встаешь. 20 с лишним. Роликов загаженного у меня. В один день. Залазит какой-нибудь хулитель. И начинает. Видимо. Время есть свободное. А оно и то же. Я спрашивал. Как одним щелчком убирает. Это вот. На форум у меня. Такой зайдет. Флуд называет. Флудер там или кто. То. Щелкнул такой. И у него было 150. Он успел сделать. Тоже массово. Массово и убрал. А здесь каждый по отдельности. Как именно убрать. Сразу все. Здесь и так-то не открывается. Открывать не открывается. Видно здесь. А когда надо перевести. Менеджер. Тогда что-то убрать может быть. Ну какие-то такие непорядки с этим. Вот. И поделиться мыслью одной. Большой материал. Был. В свое время. Вот допустим. Пришел Гитлер к власти. Как? Вот интересно. Обязательно должен быть какой-то процесс. Запретить компартию. Как? А вот тебе здесь поджег Рейхстага. Обдумано было? Очень хорошо обдумано. Ну и далее. Это в фильме. Восхождение дьявола. Звезды. Его показано. Как он рад был. И его соратники говорят. Он просто ликует. Ну. В руки это пришло. Так и сейчас. Вот эту ювенальную юстицию вводят. Обязательно не дожди где-то. Ну кто-то может быть умышленно избавляется от ребенка. Что-то сделали. Кому-то продали. Ну. Какая-то провокация. И тогда накладывается вот и поэтому. Это в защиту ребенка. Вот поэтому. Поэтому. И. Ну как в Америке. Надо было открыть. Везде. Гонения. В любые страны влазить. Все. Торговый центр. Но сегодня уже все доказано. Что само ЦРУ все это устроило. Подорвало. И осело. И самолетов этих никто не ищет. Которые разбились. Ну то есть. Провокация. А для чего все это делается? Для того. Что это уже все разнаряжено. Ну конечно. Мир сотворен. В это все верят. Ну. Кто-то не верит. Думает. Что из динозавра. Из косточки вылезло. Его там из хвоста. Из головы. Я смеюсь. Но дальше-то кончина мира будет. Всему конец. Близок всему конец. А какой конец? Ну какой. Как написано. Придет. Иной. Во имя свое. Его и примете. 5.39. Ивангелие от Иоанна. Я пришел во имя отца. Моего и не приняли. Иной во имя свое. То есть к этому вот и идет. А когда будет? Ну когда-то же это будет. Если в общем раскладе. Верить. Что Бога нет. А на земле должен быть порядок. Порядок. Ну. Ну конечно. Как у мусульмана. Жены слушаются. Дети. У него при нем никто никуда не бежит. Они дружные. Вот так. Хотели бы, чтобы в армии друг друга они не убивали. Не вешали. Не сдавали. Как будто сам повесился. Ну подскажите. Где он мусульман. Когда. Дедовщина была. Но один случай я не знаю. Покажите. Покажите в армии. Чтобы одного какого-то там. Кавказца. Вначале давить. А остальные бы от него отреклись. Да нет. Они группой собираются. Захватывают. Арсенал какой-то. Бьются. Пока не приедет. Там имама от правительства. Кто-то. То есть один за один. Вот у меня в детском лагере. Это невозможно. Это самая уничтожающаяся нация. Дети-то приезжают готовые. Вот он был в спортивном лагере. Привозят его родители сюда. Или с нашими присылают. Почему? С первой минуты ребенок агрессивен. Ничего еще не знает. Здесь все квасится. Все недоволен. Еще раз прихожу. Девочку пнул под зад. Которая в два раза моложе его. Младше. Какой же это человек-то дальше-то будет. Зачем ты это сделал? Он не может сказать. Это новое Чикатило растет. Это ни один, ни два. Другой ударил с собой его товарища. Я думал, что они вместе. И не могу добиться. Из-за чего ты его ударил? Что безнаказанно. Вот в Англии вели сейчас в школах порку. Официально там парламент, говорят, проголосовал. Учителя ввели это. Иначе никак нельзя справиться. Невозможно. Вчера Володя не было. Он костер разжигал там. У меня не было записи этой сделано. Ну и как? Выход-то где-то есть. Ты хотел бы, чтобы в доме был порядок? Хотел. Хорошо. А хотел бы, чтобы в доме во всем, не в твоей квартире был. Любой скажет, хотел. Ну а как это установить? Никак. Это невозможно. Счетчики воруют. Машину не оставь. Ударил его, помял. Уехал, не сказал. Никакая полиция не найдет. Никакие виде наблюдений не дадут, кто Немцова убил, Бориса. То есть все известно там. То есть вот это все делается сверху. Нашлись люди, которые говорят, мы можем навести порядок не на улице, только дом, дальше улица, дальше город, государство. Но во всем мире, да это невозможно. Возможно. Возможно. Вот эта щепизация, все будет под контролем. И кто делает? Масоны, комитет 300. Это все заранее спланировано. Ну как-то приближать надо, как? Болное поколение растет. Весь удар на него. Вот она и вина, инвестиция. Черный ворон вьется, как Светлана Копылова поет. Ну и многие понимают это. Во Франции детей отнимают, отдают другим, там воспитывать, как они будут. То есть вырастет новое поколение манкуртов. И эти люди, если это Бога, то нет, так они же доброе дело делают. Доброе. Сейчас в России подъезжают с одной стороны с другой. К мусульманам не подъезжают, к цыганам не подъезжают, евреев не трогают. Почему? А они дружат между собой. Причина. Русский народ разобщенный. И именно вот это все идет от воспитания. Человеческое достоинство. Какое достоинство? Вон пьяница, пьячушка, воришка. Я работаю, и мне все время звонят. Вы особое внимание обратите на моего ребенка. Он лжет. Я об этом говорю. Ну позанимайтесь с ним, чтобы не лгал. Невозможно. У вас дома лживая обстановка. Все пропитано ложью. И дальше воруют. Родители прямо мне говорят. Воруют. Воруют. Дети дома. Деньги из дома все тащат. Не наркоманы. Которые наркоманы, тут понятно. Ему надо уколоться. Я не могу ничего сделать. У меня средств никаких нет. Как его? Его наказать надо. А тут рты разинули. Стоят рядом стражи. Сразу начинают. И все там передают дело в суд. Роснадзор. То есть они это все заранее обдумали. Ну раньше санэпидемстанция была. И вот звонят. Старобрядцы. Тоже детский лагерь. Приезжают. Закрыть ничего не стоит. А вы тут дезоранты разные там провели от клещей обработку? Да у нас тут провели или нет? Не провели. Ша. Закрыто. И ничего нельзя сделать. Ничего. Вот мне говорят. Табунах у озера был хороший лагерь. Ведемо государственный. Не смотрят ни на что. Им дети нужны. Но воду подвезти далековато. Никто не подводит. Все закрыли. Еще лагеря нет. Вот так на нас навалились. Навалились. Я не запустил. Потому что по этой причине, пожалуй, мама Тимоши, проверка была. Они повторно. Повторно, когда это еще не обработано, это обман. Проникнуть. Я не запустил. Все. Штраф. Суд. Суд. Не просто так, а в суд. А что сделали не так? Лучше доказательство, что у нас ни один ребенок не погиб. А проверка, из-за чего такая устроена везде, как шмон, проникают? Да потому что дети утонули. Да утонули они случайно, или этот курс подстроили? Дальше-то вопросы сами. Если там подстроили, кто-то поджег, здесь другое, у меня мысль уже эти приходит. Потому что те люди, которые стараются вырвать детей, чтобы... Потому что хороший отзыв о детских лагерях, занимаются баптисты, прикрыть эту лавочку. И вот сейчас это беснование началось в России. Ну, которые детей нет, или в лагерь не отправляют, им это все равно. А вот нам не все равно. Что они там им дают? Вот из тех лагерей они к нам приезжают. Как будто банда маленькая. Ну, маленькие. Вот дети. Есть такое, деточки, фильм. Вот это и самое и есть. А что сделать? Да ничего. Пришло время, говорит, отворяй ворота. Злобятся ужасно. А вот вы ребенка там, я его оставил без первого, допустим. А что я ему сделаю? Конкретно. Он ударил уже третий раз. Родители криком кричат, только не отдавайте назад, что-то сделайте с ним. Мы не знаем, как справиться. Как я справлюсь, когда речи не все отняты? Выглянуть невозможно где. Но мы все еще существуем. Подъезжают дети. Вот было все, звонили сколько? 15, сейчас 18, 22 ребенка, еще подвозят. Дети-то пребывают. Ну, некоторые, завтра 10, сегодня 9, поедут домой, как за Гуляева. Другие тоже звонят. Видимо, им адреса телефона дали мы, и они на них там давят органы. Я вполне такое могу, потому что было это, было. А то фильм поставят, и среди ночи приезжали родители, ребенка забрать, ну, тоталитарная секта тут, только педофилы не были. Как Глеба Грозовского у нас не было обвинения. Наоборот. Садизм тут все. Все снято. Подал в суд, и все суды выиграл. Ложь заказная была. Леветическая. Ну, отец-то узнал, и уже утром вернулся обратно в лагерь, заберите моего сына. Нет, извини, голубчик, мы уже не можем брать. Не можем, у вас нет доверия. Нет, и поэтому. Мы делаем, у нас свой устав, никому не навязываем. Почему они свои уставы навязывают? Вот придумали, обалабатывать от клещей, а их нету клещей. А у нас вплотную к лагерю, мурава-трава гонят, и теперь протравленную траву будут есть через молоко, получите. Ни одного клеща нету, ни одного не было. Такой год вообще. У нас клещи не энцефалитные, энцефалитные клещи там, где хвойный лес. Это вот событие дня только что. Вокруг нас сейчас такая катавасия это развернулась, а что там делают? В суд передают. В суд! И что интересно, мне уже передали там связь с краевым делом, Мамонтовский суд, который был, отказал, отказался в расследовании дел. Какое расследование? Что я сделал? Что повредил? Навредил? Утонул? Утопили там или... Ну что угодно, ничего нету. 45-й год, ни рубля не дали, а воду надо пронести шлангом. Чего ради я его буду подводить? Резину хлебать? Они с ведерками приходят, работают. Работать научился. Мать увидела сына своего с топором у меня работает. Так она рада как? Кормилист растет. Да ваши-то лагеря я по-другому не могу назвать как гнойники разврата. Вот он девочку, маленькую девочку пнул. Вчера эта разборка пришла, я с работы и такое дело. Что с ним делать? Конкретно, что я должен с ним сделать с этим хулиганом? Он приехал, у меня там несколько дней, другие только что приехали, только что с поезда встретили. Ездят наши, встречают то в Корченое, то к трассе. Конкретно, рычагов-то никаких нету. Его отодрать, его то другое, ну что, я могу лишить еды его. Ну, а попутно ему кусочки уже хлеба даю, завтра, сегодня у нас костер картошка, там картошка, ты поешь, что опять же жалко его. Ну, родители-то видят, какой он растет. Другой душить другого начал, показал, как он душит, он приемы знает, еще ради ты бросился на него душить, что-то сказал. Да какие же вы верующие? В алтаре еще прислуживают, в алтаре, ну не может быть, что священники его не видели, он поклониться не может-то. Главное, это развратители, это те, кто духовно имеет доступ, учителя и священники. Вот кто будет сидеть на скамье подсудимых, когда дело дойдет до... А то я-то что их сейчас... Сегодня девятое, а второго у нас закрытие. Они до закрытия там возбуждают, я не знаю, уголовное дело или что, устав, какой-то пункт их мы нарушили. У кастрюли, у крышки, сбоку, отбитые эмали, уронили крышку. Уже нельзя, уже какая-то попадет ржавшая. Ну, явное дело, сумасшедших поставили-то. Они все выполнят. Это штаты такие раздутые, конечно, оклады им хорошие дают, и они теперь лютуют вокруг нас. Ну, я им сказал, вы со мной ничего не сделаете, я врос в землю, у меня ничего нету. Нету. А тогда на общину, а тысяча, а сейчас уже 25 тысяч, у нас ни рубля нет общины. У нас община благовестница, благодетельница, у нас нету, с тарелкой не ходят, продажи нету ни рубля. Ни рубля, у нас вообще ничего нету. Мы делаем только сбор. Ну, а что они дальше будут делать? Ну, ладно, наложили. Нету. Снять с регистрации. Ну, можно что угодно сделать-то. Подослать людей, киллеров. Когда на нас были нападки в 98-м году, в 98-м, мы не успевали ворота удовлетворять в лагере. 15 краевых комиссий в течение двух месяцев. 15. Вдумайтесь в это. И там и пожарники, и прокуратура, и санэпидемстанция, и учителя. И чем хочется? Ничем. Ничего, ничего не получилось. Лагерь официально как бы закрыт был, но он существовал до последнего времени. Им надо отчет дать. Приезжает кто? полковник с краевой прокуратуры. Полковник. И мы его не запустили. Так лагерь закрыт. Я говорю, нет. Мы сидели, вели занятия в лагере. Но мы можем сказать, что дети все разъехались. Им нужно дать отчет. Да не можете. Вот они, дети сидят где-то. Опять за оградой стоит. Полковник. С ним свита целая. Ну, это последний день у вас. Не последний. Последний завтра будет. Я не могу лгать. Вот какое дело. Да, кажется, это так и было. 2-го, наверное, августа было. Почему? Это последняя комиссия. Мы объявили это день лагеря. Закрыть. А раньше мы 28-го августа. Ну, сдвинулось все. Лютуют просто где. И вот в данный момент, сейчас. Изыскивают. Я прошу всех, помолитесь. Помолитесь, чтобы утешили. А то русские люди. Это же не евреи нас душат. И евреи там заказ дают. Тут понятно, откуда все идет. Кто масон, кто антихрист будет, как они подводят к этому. Но я посмотрел, все русские люди. И сами себя убивают. Детей видят. Дети поют. Дети веселые, радостные играют. Это все самостоятельно. Ни рубля нету. Я изыскиваю деньги. Прихожу, наседаю. Кому-то помогли здесь. Давай молока. Давай слива. То есть я прям выдираю буквально. Ничего нету. Нету. Вот она пятерых детей отдала. Бесплатно. Она с шестым, дома с больным. Другие приезжают. В прошлом году свои общины. Девять человек. Все бесплатно. Ну, кого взять-то где-то? А с меня? Ну, мне же кормить надо. Не просто так. Накормить, напоить, спать, уложить. Поэтому события дня это звонки, грозы и угрозы. Мы ничего не можем сделать. Только доверяемся Богу. Бог всесильный. Вот так вот ювельная юстицию провоцирует. Детские лагеря закрыть. А что у вас еще нашли? Ничего не нашли. Они свои инструкции навязывают нам. Вода должна быть проточной. Ну, как она может быть проточной? У нас лагерь Стан самое главное. Это не просто лагерь Стан. Передвижной. Он около 18 раз менял свое местоположение. К нему никакие законы не применимые. Пожарник приехал. Ну, что пожарник? У нас полы. Земля придавленная, притоптана. Это в игровом зале везде не покрыто. Сверху рифленое железо. Ну, что загорится-то? Тут надо полторы тысячи градусов температуру сначала, чтобы плиты эти корабельные расплавить. Нет ничего. А тогда пыль поднимается. Если деревянная, значит, пожароопасно. А так как пол глиняный, как соманеный, это плохо. Пыль поднимается. Ну, и что? Ну, поднимается. И что дальше? Посмотрите, как с этими детьми обращаются, когда они подрастают. Куда их кидают? В какие войны? В какие конфликты? Что с ними делают? Они им век не нужны. Это только задели для того, чтобы не дать их воспитывать как хотят. Масонам нужно быдло, манкурты. А здесь христиане. И поэтому написали, вот это все, и они заглядывают, берут анализы. Ну, когда в 98-м году у нас были анализы, мы боялись отравить. Мы на колоде сделали крышку железную, борта опустили до самой земли, чтобы с принцовкой туда не впрыснули. Мы боимся их, как извергов, эту санэпидемстанцию. А теперь Роснадзор. Мы не знаем, где они что сделают. Купаться нельзя. Анализы взяли. Купаться нельзя. Вот через два года 200 лет будет. 200 лет купались в Потеряевке. 200 лет, и ни один не заболел. Никто не знает, ни эсифолитного. Это благодатное место. Это житница Сибири. Прекрасная земля. Но вот пришло время и начинает вокруг нас вот эту свистопляску устраивать. Тогда мне было легче. У меня близких отношений был прокурор края. Ну и он смеялся просто. Ну видно, что чем занимаются то люди. А дети это около трех миллионов беспризорных. В детдомах этих воспитываются, что делают, как насилуют, что там свирепцуют. Я имею сведения из первых рук, которые люди оттуда вышли. Как дети прячутся там, их вытаскивают, насилуют прямо. Дядькам дают вот деточке фильм. Это реальная жизнь. Но не везде дети научились нажить и дать убивать. А у нас ничего этого нет. И поэтому все эти утопленники, отравленные, по неволе приходит мысль, неумышленно ли это делают, спровоцировать сам процесс, этот бесланг, а потом дальше уже давить вместе с детьми. Суть дела-то прямо на лицо уже видно где. Особенно вот у нас. Ни одного клеща нет протравливать. И дальше что? Дальше глядят, пищу берут, анализы, взяли воду. Ну возьмите в колодце. Нет, в колодце брать мы не будем. А где? Во фляге. Ну во фляге вода может и простояла там полчаса. А у них как 48 часов пищу можно держать в холодильнике. 48, но у нас больше 6 часов не бывает она. Это заново готовится и готовится. У нас вообще ничего не остается. Но к другому привязались. От них не отбиться, как говорят, не отбрехаться. Почему? Сво распущено. А президенту написали, да может это по его указанию все и есть. Потому что он-то сам не масон ли? Президент, тут смотришь, Сарказик, который там, почему бы они не имели президента? Ельцин прямо вступает в масона, Жуна Давидашвили, там его кто, ведьма, посвящает, комсомольская правде, ему орден вешают. Это все запрограммировано. А на оно мы должны готовиться, трудиться. Сейчас сельское хозяйство вмешивается, как в Америке, ни одного лишнего помидора не отсидеть. И не сами, а узнают, замеряют. А ты должен замерить. А у тебя растут помидоры в разных концах огорода. Все равно должен пересчитать, замерить землю. Никому не давать. Лишнего куста не посадить. В Америке это уже есть. Ну вот эти дезоранты там, что они рассыпают, отравляют людей. Ну а почему бы не быть здесь? Поэтому события дня очень непривлекательны. Но у нас идет все как надо. Дети при нас. Раньше времени я их отдать не могу. А куда я его отдам? Ну закрыли, вынесли решение закрыть. А куда я одену их? Издалека приезжие, из других республик, из Канады, мальчик. И что мы сделаем? Куда мы этого Егорку девать должны? То есть сумасшествие. Но Бог над всем Бог. Без его ведома этого бы не было. Нас Бог предупреждал. Будут гонения. Не бойтесь, не ужасайтесь. Будут нападения, войны. Им тогда будет не до нас. Не до нас. Они побегут. Они побегут, как крысы с тонущего корабля. Да они никто, не патриоты, никто. Это нахлебники. Паразиты. Присепились на шеи народа. Паразиты. Насколько достоверно, говорили административный аппарат в России в два с половиной раза. Сейчас говорят, в четыре с половиной раза. Больше, чем при коммунистах. Не знаю этой цифры. Ну что он огромен, то это да. А нас при коммунистах так не преследовали. В кастрюли не заглядывали, только смотрели, а что мы им говорим, не молились. То есть тактика сменилась. А найти микроба. Мы среди микробов живем. Наоборот, закалять надо. Босиком. Увидели дети, а что босиком? Почему босиком? Да какое имеете право? Родители знают, подписались. Подписались. А у вас написано, что ложкой по лбу. Ну и что написано? Родители расписались. А вы спросите, было это или не было? Не было. За 30 лет не было ни разу. Никому. Чтобы ложкой там пол вон склоняется, правильно сидел за столом-то. А то написано. Для устрашения, чтобы он знал, есть это. Родители расписались. Я в любой момент могу включить то, что написано. Но этого не было ни разу. Разбирает? Еще не было. Стегали крапивой. Но одного нашли? Ни одного не было. Так стегали? Нет, конечно. Не было. Ну и поэтому на помощь твою, надеюсь, Господи, есть такое. На помощь твою надеюсь, Господи. Это Яков воскликнул, когда увидел, как дан проклятый опрокидывается, как змей преследует коня, жалит. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. И так далее. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...